Добрый день, Михаил Иванович. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Алексей Ворокович, на минувшей неделе прошел первый этап съезда парк «Единая Россия». Он начался с работы так называемых дискуссионных площадок с участием федеральных министров, депутатов Госдумы, с участием глав регионов, экспертного сообщества. На одной из площадок, которую глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, и в работе которой участвовал министр финансов, Россия, Антон Силанов, выступили с целым рядом очень важных предложений. Расскажите об этом по-моему. Во-первых, говоря то, о чем я говорил на съезде, я хотел бы сказать, что это, безусловно, не была инициатива, рожденная здесь, и инициатива, рожденная ежеминутно. Эти вопросы прорабатывались Высшим Советом Партии в течение всего периода подготовительного к работе съезда. Эта работа велась членами Высшего Совета Партии «Единая Россия» для того, чтобы все дискуссионные моменты, вопросы, которые обсуждались бы на первом этапе съезда, вошли бы потом в предыборную программу партии. Ну, а если конкретно говорить о предложениях, которые прозвучали от меня, их было четыре. И, конечно же, я основывался на том, что есть опыт региональный, республиканский. Как бы эти предложения, которые, возможно, войдут в предыборную программу партии, работали бы на благо жителей республики, ну и, соответственно, работали бы в масштабах всей Российской Федерации. Не секрет, что сегодня тяжелая, крайне тяжелая экономическая ситуация в стране. Не секрет, что мы сталкиваемся, особенно региональные руководители, сталкиваемся с тем, что ряд полномочий переходит как из федерального центра на региональный, так и из низших муниципальных уровней бюджета на региональный, республиканский или областной уровень бюджета. А, как правило, или, ну, скажем так, не всегда эффективно изыскиваются источники финансирования. Собственно, этим и занимался я, и мои коллеги по Высшему Совету партии, поиском новых источников финансирования для того, чтобы исполнять эту полномочию. И к тому же еще и выполнять, безусловно, все социальные обязательства, которые есть в регионах, в основе своей социальной обязательства связаны с выполнением майских указов президента России. Так вот, их было четыре. Первый касался перераспределения уровня доходов, перераспределения доходов между уровнем бюджета от акцизов на алкогольную продукцию, так как это работает на сегодняшний день по акцизам на нефтепродукты. Мы считаем, что это могло бы сегодня существенно помочь регионам Российской Федерации для того, чтобы пополнить свою казну. Пополнить как раз вот те источники финансов, из которых можно было бы выполнять свои социальные обязательства. Второй вопрос касался оплаты налогов на доходы физических лиц по месту регистрации платежи. Ну, здесь я исходил из своей сугубо узкой практики нашего небольшого региона, но таких регионов в стране достаточно много. Сегодня правительство Российской Федерации начинает, вернее, уже начало оптимизацию, реструктуризацию собственных расходов, именно расходов собственных, подчеркиваю, расходов на себя, в части, касающиеся укропнения, оптимизации бюджетов различных федеральных органов исполнительной власти. Ну, так как это происходит, допустим, на примере республики, по некоторым предприятиям и некоторым организациям, которые укропняются, их функции передаются в единые центры и создается один центр, допустим, на несколько регионов и областей. Вот, для примера, приведу такие организации, как Роспроводнадзор, Ростехнадзор, Управление службы судебных приставов и так далее, и так далее, и так далее. Но вместе с ними уходят и так называемые налоги НДФЛ, поскольку они уплачиваются по месту регистрации работодателя, а не по месту регистрации физического лица, плательщика. Ведь это наши люди, которые работают в этих органах, они никуда не делись. Но если вчера это обособленное подразделение платило налоги здесь, в республике, сегодня оно платит по месту своей регистрации, уходя за пределы региона. Мое предложение было конкретным, законодательно закрепить право взимания налога на физическое лицо по месту его регистрации, то есть по месту прописки, грубо говоря. Третий момент касался казначейского сопровождения государственных заказов. К сожалению, мы сталкиваемся с этим подчистую регулярно, тогда, когда, несмотря на наличие всех надзорных органов, которые имеются в распоряжении у региональных властей, и у федеральных, кстати, в том числе, непосредственное доведение финансовых средств, непосредственно до получателя, и эффективные расходования этих федеральных средств, ну, скажем так, оставляют желать лучших. Мы помним историю прошлого года, когда президент своим указом и правительство своим постановлением ввело федеральное казначейское сопровождение государственных заказов в связи с событиями на Космодроме Восточном. Мое предложение сводилось к тому, чтобы ввести подобное же федеральное казначейское сопровождение государственных контрактов и заказов на сумму свыше 1 миллиона рублей и в регионах. Это не значит, что мы снимаем с себя ответственность за исполнение этих государственных заказов и контрактов и, грубо говоря, переваливаем эту ношу на чужие плечи. Нет, абсолютно нет. Здесь мы единственное добиваемся, чтобы отсутствовала вот эта цепочка посредников. Допустим, региональный бюджет, министерство, дальше администрация городская или поселковая, дальше непосредственно подрядчик и подрядчик и прочее, 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 прочее. Здесь цепочка упрощается до самого минимума. Федеральное казачейство и непосредственно подрядчик. При этом при исполнении своих работ подрядчик отчитывается непосредственно перед федеральным казначейством или его региональным подразделением. И при этом мы же сопроводительно готовим всю надзорную контрольную документацию для того, чтобы обеспечить свой региональный, республиканский или областной контроль. Это было третье предложение. И четвертое предложение касалось финансового образования наших граждан. На сегодняшний день всего лишь 49% населения нашей страны, подчеркиваю, всей Российской Федерации, держит свои сбережения на банковских счетах, банковских вкладах. Всего лишь около 25%. Это разные источники, конечно, информации, но я говорю непосредненные цифры. Всего лишь около 25% граждан Российской Федерации пользуются так называемыми кредитными картами, то есть ведут расчеты в безналичном виде. И многие-многие другие примеры. На сегодняшний день подавляющее количество наших граждан, около 87%, используют всего лишь одну систему пенсионного накопления, та, которая, собственно, и существует, государственный пенсионный фонд, официальный пенсионный фонд России. Но при этом ведь существуют другие системы, опять же, или смешанные по системе государственного частного партнерства, или чисто государственный, допустим, тот же Сбербанк абсолютно на 100% принадлежит государству, ведет свою обособленную политику пенсионных накоплений. Но люди подчас об этом не знают. И, к сожалению, вот эта финансовая неосведомленность или недоинформированность нашего населения, плюс те факторы, о которых я перечислил выше, она приводит к перекосам нашей экономики. Сегодня нам важно серьезную, подчеркиваю, не берусь говорить конкретно в объемах, но серьезную финансовую денежную массу ввести в оборот экономики страны. Но еще один аспект, который касался, допустим, нашей республики, это закредитованность населения. Закредитованность населения, ладно бы в хороших крупных банках, которые зарекомендовали себе, но, не побоюсь этого слова, в неких шарашкиных конторах, конторах так называемого микрозайма, где сумма годовых процентов подчас дорастает до 1000% годовых. И при этом, опять же, ну не из-за того, что человек осознанно пришел, взял эти 10 или 20 тысяч рублей и решил с ними, так скажем, с этим кредитным заведением распрощаться. Нет, а просто из-за того, что человек, может быть, подчас и не прочитал то, что написано в этом кредитном договоре, какие штрафные санкции, какие включаются механизмы реагирования этого кредитного учреждения, если заемщик не возвращает свои заемные средства. Вот это, собственно, и приводит к тому, что растет сеть, разветвленная сеть, и подчас полубандитская, полукриминальная сеть так называемых коллекторских контор. И, к сожалению, в последние, да не годы, а даже месяцы, мы видим вопиющие, дикие случаи, когда коллектора применяют абсолютно незаконные криминальные методы для того, чтобы вернуть средства в кредитное учреждение. И я говорил о том, что вот эта закредитованность населения у нас в республике одна из наиболее высоких в Российской Федерации. Но, правда, я при этом упомянул и другую сторону вопроса, о том, что обслуживание кредитов в нашей республике не превышает тот критический порог, который в среднем сложился по Российской Федерации. Это очень важный момент. При том, что, конечно, у нас не все гладко и идеально. То есть у нас нет так называемых бегающих кредиторов. Вот у нас в центре нашей столицы в листе на билбордах и на электронных билбордах размещаются и фамилии, и фотографии этих неплательщиков в кредитные учреждения. То есть все это присутствует. Но той критической массы, которая в целом должна быть при таком объеме закредитованности, ее нет. И вот финансовое образование населения, если хотите, я тогда выразился словом финансовый ликбез, наверное, это было бы сегодня правильно. И можно было бы партии взять это под свой собственный контроль, тем более используя тот ресурс, который имеется у государства. Это различные органы, это и Росфиннадзор, это и Министерство финансов, и Управление финансово в регионах, это тоже упомянутое выше федеральное казначейство. Они и сегодня, конечно, работают над этим, и сегодня эта работа ведется. Но ее нужно расширять и масштабировать, и доводить практически до каждого. В конце концов, и учебные заведения, располагающие серьезными экономическими, финансовыми площадками, я имею в виду факультеты, курсы. Все это должно проводиться, в первую очередь, бесплатно для населения, во вторую очередь, доходчиво и охватывать самые широкие массы населения. Здесь я предлагал на дискуссионной площадке, партия могла бы взять это на карандаш и взять это как одно из своих пунктов, программ, направлений в предвыборной борьбе, в предвыборной программе. Вот вкратце, может быть не совсем, но суть того моего доклада, который я делал на первом этапе съезда партии «Единая Россия». В этой связи, как вам видится, дальнейшая судьба этих предложений, и какие из них можно начать реализовывать сейчас силами регионального правительства здесь, в нашем регионе? Заняться без раскачки особой? Без раскачки можно заняться финансовым образованием. Конечно же, все то, что было упомянуто, три предложения, которые произвучали выше, они касаются всей федерации. И, безусловно, требуют изменения нормативно-правовой базы, принятия постановления Государственной Думы, принятия постановления правительства. А вот то, что мы могли бы сделать сегодня на своем региональном уровне, здесь у нас, в республике, финансовое образование населения, это вполне по силам. У нас есть все те институты, о которых я перечислил выше. У нас есть профессиональные, грамотные специалисты, которые могли бы вести эту работу. Здесь необходима воля, воля государства, воля, конечно же, представителей органов исполнительной власти, и, конечно же, партийный контроль. Тогда, когда мы не будем это делать некой компонентщиной такой, а планомерно будем вести вплоть до того, когда мы уже, ну, может быть, не идеальную, но тем не менее благополучную, комфортную, в финансовом смысле этого слова, финансовое образование, атмосферу получим в Сибири, в Канюке. Вот, кстати, Вы заговорили о партийном контроле. Сразу после расследования прошло расширенное заседание регионального полицейского Совета Единой России, на котором Вы предложили вот в полной мере задействовать механизм партийного контроля для контроля за решением некоторых предпроблемных вопросов в сфере здравоохранения, образования, строительства, ремонта дорог. Можно ли сказать, что эти вопросы, эти пункты и могут войти в региональную часть предвыборной программы партии? Я это как раз и имел в виду. Наше заседание регионального политического совета прошло буквально через несколько дней после завершения работы съезда. И я предложил своим соратникам, своим коллегам по партии из политического совета Республики Калмукия взять под свой партийный контроль те положения и те инициативы, которые, собственно, уже звучали. Я ведь не говорил ни о чем, но. Я в обращении народному хоралу, расширенному заседанию нашего парламента, в конце прошлого года многие из аспектов, которые озвучил буквально несколько дней тому назад, уже говорил. Мы сегодня должны заняться крайне внимательно вопросом, относящимся к так называемой социальной сфере. То есть, той сфере, где человек сталкивается с органами исполнительной власти. Человек сталкивается с теми услугами, которые ему государство предоставляет. Будь то в здравоохранении, будь то в образовании, будь то в повседневной жизни. Начнем, допустим, со здравоохранения. Я предложил своим коллегам взять под партийный контроль те инициативы и те положения, которые уже, собственно, заложены в перечень поручений главы республики по результатам обращения к народному хоралу, в части, касающиеся электронной очереди в наши лечебные заведения. Ведь ситуация на сегодняшний день, к сожалению, оставляет желать лучше. Она далеко не идеальна. Я приводил примеры, что на собственном опыте, ну, бывает хорошо, бывает попадешь на сайт «Калмдоктор» и бывает видишь полную информацию. А бывает видишь зависшую картинку двух, трех, а то и месячной давности. И не можешь никуда не записаться, не попасть. А жители республики знают об этом лучше, чем я. И я сказал, что это просто недопустимо. И искоренять это, исправлять нужно прямо немедленно, сегодня, если не вчера. Но вот здесь, помимо того, что это, безусловно, является компетенцией и обязанностью правительства республики, партия могла бы взять это под свой контроль и предложить это населению, жителям нашей республики, как часть своей региональной предвыборной компании, предвыборной программы. Или же участие руководителей Министерства здравоохранения республики, работников райздоров отделов в приеме граждан в регистрациях в лечебных заведениях нашей республики. Помимо того, что там есть свой персонал, администрация, врачи и прочее, там обязательно должен быть либо столик, либо табличка с именем и отчеством, и должностью человека, который присутствует и в случае, если гражданин нашей республики недоволен тем, как его обслуживают, как принимают, у него есть вопросы или претензии, или же представители здравоохранения, я имею в виду и лечебные части, или административные, присутствовали бы чиновники и высшего звена. Мне кажется, это было бы правильно и нормально. И это тоже было в перечне моих поручений, которые уже составлены и находятся в работе у правительства республики. Партия, региональное отделение нашей партии могло бы взять это тоже под свой личный контроль. Что касается образования, помимо того, что как и в целом по федерации, так и у нас в республике будет начата программа строительства новых школ, реконструкция новых школ, капитальный ремонт спортивных залов, строительство новых спортивных площадок при общеобразовательных учреждениях. Это все будет идти в рамках федеральной большой программы, которая партия взяла и ведет под своим контролем. Но на территории нашей республики я предложил взять следующий, очень важный аспект, касающийся бесплатных учебников. Мы об этом неоднократно говорили, о том, что сегодня мы обеспечили учебниками бесплатными начальную школу, а средняя школа пока у нас еще обеспечивается только для категории детей льготных, так называемых. По голову все 100% с 4 по 9 класс уже в 16 году, в 1 сентября должны получить бесплатные учебники. И вот это региональное отделение партии Единая Россия тоже может и обязанно взять под свой личный контроль выполнение этого решения. Безусловное подчеркиваю выполнение этого решения. А уже с 17 года, конечно же, опять же, довести эту программу обеспечения бесплатными учебниками до 11 класса, то есть до завершения школы. Я считаю, что это нам по силам, во-первых, и по силам партийным органам взять это под свой личный контроль и вести это как программу партии на территории Калмыкии. Ну и, наконец, еще одна тема, очень больная, очень большая, сложная, это проблема дорог в Калмыкии. Понятно, что ни за год, ни за два, даже ни за три мы в идеальное состояние дороги республики не приведем. Но такая задача должна стоять, и она, собственно, стоит перед руководством республики. Не хватает контроля. Безусловно, у нас есть и представители общероссийского регионального отделения общероссийского народного фронта, которые следят за этой темой, и общественная палата республики, другие общественные организации республики. Но этого недостаточно, как оказывается. Нам необходим жесткий партийный контроль. Если мы говорим о себе, что мы правящая партия, что мы партия власти, что мы, собственно, те чиновники и есть, кто обязан исполнять вот эту насущную жизненно необходимую потребность нашего селения, в качественных дорогах, то тогда мы должны сказать, что это наша партийная задача. Тогда мы должны сказать населению и предложить ту дорожную карту, которую партия взяла бы под свой личный контроль, под партийный контроль, что, не обещая, кстати, ничего лишнего, и не обещая золотых гор, что в течение какого-то ближайшего периода времени мы все исправим. Но взять под личный контроль и сказать, что, допустим, до конца шестнадцатого года по городу Элисте такие-то дороги, улицы, переулки будут не просто отремонтированы с ямочным ремонтом, а реконструированы, что будут заменены бордюрные камни, что из-за вот такого качества наличия бордюрных камней, вот грязь, которую мы наблюдаем в период дожди, она не попадет на дорожное полотно. Вот тогда люди и поверят нам. Более того, на заседании расширенном регионального политического совета партии я предложил увеличить отчисление в районный муниципальный дорожный фонд. Ведь три года тому назад мы приняли решение о 10-процентном отчислении из республиканского дорожного фонда в дополнение к районным дорожным фондам. Это дало результат. Не буду перечислять примеры, достаточно много о них уже говорили. Люди это реально почувствуют. В 15-й год, согласен, у нас произошел некоторый спад. В 16-м году я предложил эту цифру довести вообще до 15-ти процентов. И тем более не просто ее голословно объявить и заявить, а партия должна взять под свой собственный контроль, чтобы правительство исполнило это решение. И не просто исполнило, а чтобы эти средства были доведены до районных муниципальных образований, чтобы районные муниципальные власти разработали свои программы, свои контракты и сделали это конкретно на селе. Вот тогда мы увидим реальный ощутимый результат уже сегодня. Ксения Владимирович, тема борьбы с коррупцией, к сожалению, подбрежен и актуальна. Мне кажется, важно, что в ходе последнего заседания Межрисовской комиссии по производительству коррупции речь шла именно о системной работе в этом плане. Не о компаниейшине, не о битье по хвостам, говоря по-простому, а о создании условий, при которых коррупционные проявления, например, в сфере госзакупок. Вот в принципе невозможно. И не кажется ли вам, что уже можно сказать, что меняется в обществе, в чиновничьей среде, в среде бизнеса, начинает меняться отношение к коррупции. То есть, может быть, мы уже стали сами воспринимать коррупцию не как некую доблесть, бизнес-удачу, что-то такое, не скажу слово позитивное, но что-то такое ненаказуемое, стали воспринимать коррупцию как одно из самых вообще позорных университетных преступлений. Я абсолютно с вами согласен. Конечно, в первую очередь не должно быть компаниейши. Это должна быть планомерная, если хотите, стратегически распланированная программа у нас в республике, в целом по стране. И я с вами согласен в том плане, что пусть, ну, может быть, не так радикально, но ситуация меняется к лучшему. А меняется к лучшему почему? Вы назвали, вернее, употребили фразу «битье по хвостам». Битье по хвостам что это? Это значит уголовные дела. Это значит отстранение недобросовестных, если хотите, вороватых чиновников от власти. Это, если хотите, тюремные сроки, большие тюремные сроки для тех, кто допустил воровство, коррупцию на своем рабочем месте, пользуясь своим служебным положением. И на протяжении последних лет эти факты налицо. Мы ведь открыто говорим об этом. Руководители Следственного управления республики, руководители Министерства внутренних дел, руководители Федеральной службы безопасности постоянно и открыто публикуют эти данные, проводят пресс-релизы пофамильной. Я не буду сейчас говорить, повторять, вернее, то, что уже прозвучало из их уст, с пресс-релизов их пресс-служб, но все это на поверхности. Я не хочу сказать, что чиновничество испугалось. Наверное, это неправильное слово, неправильное выражение, но понимание того, что неминуемо кара за твое преступление будет неизбежна, оно, конечно же, отврезляет. Отврезляет и вносит коррективы в повседневную жизнь работника-чиновника. Любого уровня. Начиная с низов сотрудников сельских муниципальных образований и кончая правительство республики, администрации главы республики. Вот эти изменения, они есть. У нас есть уже сегодня понимание того, что нельзя тратить государственные деньги на ремонты или на покупку дорогих автомобилей, мебели и прочее, прочее, прочее. За этим внимательно следит региональное отделение Общероссийского Народного Фронта. Если я не ошибаюсь, в прошлом году Общероссийский Народный Фронт опубликовал рейтинг регионов с негативной ситуацией, с положительной динамикой и с позитивной, положительной, хорошей динамикой ситуации в регионах. Так вот, слава Богу, Калмыкия не прозвучала нигде. Мы следим за тем, чтобы сегодня у нас в республике Калмыкия средства, которых и так-то недостаточно, но расходовались крайне эффективно. А если при этом, при том, что их крайне мало, еще и нерадивые чиновники будут, скажем так, запускать руку в бюджет, как свой собственный кошелет, тогда и ситуация будет гораздо хуже, и меры, принимаемые к ним, будут гораздо жестче. И, кстати, то же самое я говорил на, вот, уже упомянутом выше, заседании регионального политического совета. И я говорил о том, что как чистили мы свои ряды, так и чистили, и будем чистить, и будем говорить об этом открыто, не боясь того, что люди будут обсуждать и говорить о том, что вот очередной проворовавшийся чиновник сел или возбуждено уголовное дело. Я вижу в этом только положительный и позитивный смысл того, что мы говорим об этом открыто. Не келейно, не, так скажем, заботясь о чистоте мундира и о там, не дай бог, какого-нибудь пятнышки на его лацкане, а говорить о том, что если заслужил, то получил. Вот это, мне кажется, со временем и приведет к изменениям к лучшим. Я не хочу сказать, что мы, конечно же, добьемся идеальных результатов в самое ближайшее время. Но, по крайней мере, у нас в Калмыкии мы наведим порядок. Спасибо, Алексей Маркович. Спасибо, Ван Михайлович. Ван Михайлович.